Альберто Фюретти Разумеется, присутствовали Боско, главные редактора, несколько актрис и клиентки с Рублевки. Все были захвачены происходящим на подиуме, куда словно проецировались кадры из фильма в мрачных красках нуара. Вся причудливая экстравагантность второй половины девятнадцатого века выплеснулась в этом показе обновленными образами, безоглядно шикарными и буржуазными. Это скорее готовые луки для красной ковровой дорожки. Но Москва это не весь остальной мир. Москва идет по принципу, что красоты много не бывает. И я не удивлюсь, если увижу эти платья тут на коктейлях или бранчах. Тренд, который сейчас и Миланской недели моды и Париж, все продемонстрировали примерно в одной теме. Это женщина, винные губы, очень такая подчеркнутая женственность с вот этими тонкими нотками драматизма. Стеклярус, вышитые прекрасными всевозможными стразами, платьем. Я очень люблю, это очень женственно, это действительно безумно красиво. Здесь негласное правило, то что если ты идешь к дизайнеру, то ты стараешься подобрать наряд из его прошлых коллекций. То есть если ты носишь этого дизайнера, если ты возвращаешься, если ты покупаешь ему наряд, ты одеваешься в Диору, в Диор, в Шанель, в Шанель, в Альберто Феретти, в платье Альберто Феретти. И вряд ли вы бы здесь увидели, как вы сказали, Ким Кардашьян в спортивном костюме. Она бы тоже, скорее всего, подобрала платье из прошлых коллекций, чтобы выразить их уважение в том числе к дизайнеру.